Меня зовут Сергей, фамилия моя Колесников, я главный редактор Шатан, и сегодня мы поговорим о том, как снимать видео на карантине, так чтобы никто от этого не пострадал. В двух словах расскажу, кто я. Я глава отдела цифровых технологий, по современному должность Head of Digital. Я расскажу больше о кейсах Шатан, как мы это делаем. Стандартно мы делаем 60 видео в месяц, и на карантине мы продолжаем выпускать видео в таких же объемах. Практически все технологии, которые нужны современному медиа, мы прошли, прощупали, перепробовали кучу сервисов, кучу софта, и в принципе этого софта и сервисов с каждым днем становится все больше и больше. Очень сложно на чем-то одном остановиться, что-то одно выбрать. Мы сегодня поставимся дать вам такую выжимку, дать вам самые удобные, самые классные сервисы, по нашему личному мнению. Еще раз подчеркиваю, что я буду больше рассказывать о кейсах Шатан. Возможно, не для всех вас это будет сразу релевантным, потому что я думаю, что вы работаете в разных форматах, может кто-то еще вообще не работал с видео, но вы можете задавать наводящие вопросы, делать это в чате, и мы будем на них отвечать. То есть я после своей части на них отвечу и Артем после своей части. А я, если можно, Сергей, даже попытаюсь предложение внести. Я буду поглядывать в чат, и если по ходу что-то будет возникать, может быть какой-то уточняющий, я постараюсь его озвучить, если он будет уместен, окей? Да, отлично, отлично, конечно, договорились. Так, теперь мне надо включить свою презентацию. Так, все ее видят? Да, да, по крайней мере я точно вижу. Отлично, отлично. Итак, поехали. Так, сейчас, секунду, мне надо приноровиться еще. Поехали. Немного, а что там? Мы украинская медиа, базирующаяся в Киеве. Всем, кстати, привет из Киева. Вот у меня сейчас дневное освещение, у Артема тоже. Я думаю, что у вас не так. И что, а что там? Мы существуем с 2017 года. Мы начинали как платформа в Фейсбуке. Мы были чисто в Фейсбуке и нигде больше. Потом мы начали расширяться на другие соцсети. То есть, такое медиа, которое решило пойти от соцсетей. Не из сайта в соцсети, а из соцсетей в сайт. Мы сначала только на Фейсбуке, потом мы расширились до Инстаграма, Ютуба, Твиттера, Телеграма. И после всего этого мы решили, что нужна своя платформа в Гугле и завели сайт. Коротко на этом слайде вы видите наши количественные характеристики. У нас более 145 тысяч подписчиков в соцсетях. Месячная аудитория сайта. Более 700 тысяч уникальных визитов. Я хочу подчеркнуть, что это как раз на карантине. То есть, когда пошел хороший приток трафика в связи с карантинной тематикой. У нас в среднем около 400 тысяч уникалов. И более 3,5 миллионов просмотров видео в месяц. То есть, вот эти 60 видео смотрят около 3,5 миллионов раз за указанный мне период. Едем дальше. Я начну сразу с раскрытия всех секретов. Основной наш видеоформат – это caption. И несмотря на то, что у нас есть сайт, и мы делаем на сайте более 640 текстовых материалов в месяц. Нас до сих пор больше всего узнают по видео. Украиноязычные медиа и, соответственно, видео у нас на украинском. Но это caption. И я, в общем-то, говорю о том и настаиваю на том, что caption – это лучший формат для того, чтобы делать видео на карантине. И сейчас буду объяснять, почему. Ну, во-первых, потому что это, друзья мои, легко. Ну, относительно, конечно же. Что я имею в виду? Почему caption делать легче всего, находясь в условиях даже самоизоляции, не просто жесткого карантина, а даже самоизоляции? Во-первых, потому что можно использовать контент ваших героев. В чем особенность, что там? В том, что мы рассказываем истории успеха. Вообще, наша миссия, наша кредо – это то, что мы медиа позитивных новостей. Мы не касаемся политики, мы не касаемся криминала, чрезвычайных ситуаций и так далее, и так далее. Мы рассказываем позитивные новости. И большая доля от этих новостей – это истории успеха. Мы рассказываем истории успеха обычных украинцев, маленьких людей, можно так сказать, используя все приемы сторителлингом для этого. Единственное, что нас ограничивает – это формат caption и время. У нас не бывает видео дольше полутора минут. Точнее, как бывает, конечно, потому что мы не только captionы практикуем. Но caption – это полторы минуты. За полторы минуты нужно рассказать историю, соблюдая все правила видеодраматургии, которые должны присутствовать со всей завязкой, развязкой, интригой, поворотами, кульминациями и так далее. И, как показывает наша практика, это очень даже возможно. Конечно, карантин, который в Украине начался 17 марта. В Украине начался карантин. Вот уже скоро, через три дня будет два месяца, как мы на карантине. И он внес свои коррективы в нашу работу. Естественно, мы все перевелись на Аленку. И, как вы видели, я и Артем, и все наши коллеги, они работают из дому. Но что мы для себя придумали, как нам выходить из этих ситуаций, как нам сохранить объем контента? Первое, что пришло в голову, это то, что я вам как раз сейчас расскажу. Это запись интервью, когда нам нужно в caption вставлять цитаты, например, наших героев. Мы решили переложить время записи интервью на плечи самих героев. Как это происходит? Конечно, мы бы могли записывать, ну и частично мы так и делали интервью через Zoom, например, используя разнообразные сервисы, о которых расскажет Артем, и мы так и делаем. Но для динамики видео очень интересно, когда герой не просто находится, как я сейчас, на фоне какой-то стены и в статичном положении, но интересно, когда герой двигается, когда на фоне героя что-то происходит. Ну, в общем, какая-то динамика присутствует в кадре. И первым и таким главным решением, которое мы приняли, это то, что герои снимают сами себя. Сейчас у всех есть смартфоны. И даже не только смартфоны, а и такая техника, которой мы позавидовали, не знаю, еще лет десять назад, даже пять лет назад, любые операторы телеканалов, те же экшн-камеры и так далее. То есть мы начали просить наших героев снимать самих себя. Что мы делали? И делаем, да. Мы готовим вопросы заранее. Или не просто вопросы, мы проводим беседу с героем заранее. И самые яркие моменты того, что герой нам рассказал, мы просим записать в определенной ситуации, в определенной обстановке, там, где герои удобнее. Это может быть на улице, это может быть, я не знаю, мы очень много делаем материала, связанных с малым-средним бизнесом в Украине. То есть это может быть на фоне производства, ресторана, чего угодно. Ну, то есть так, чтобы в кадре была динамика. Вот видео, которое, скриншот видео, которое вы видите, да. Это таксист, которого записывает, наверное, его коллега. Я думаю, что я вам попозже покажу, как снято это видео, то есть мы его продемонстрируем. Просто сейчас не хочется заходить в браузер, менять все эти настройки с демонстрациями экрана, тратить на это время, но я обязательно сделаю это. В общем, вот история здесь такая, что одно из такси, и это, кстати, друзья, партнерский материал, то есть сделали на коммерческой основе, к нам обратился один из операторов такси, к нам обратился для того, чтобы мы рассказали о их инициативе, связанной с поддержкой медиков во время борьбы с COVID-19. Инициатива состояла в следующем. Такси, эта служба такси бесплатно развозила медиков на работу, так как карантин, общественный транспорт остановлен в Украине, и, соответственно, у медиков большая проблема добраться на работу, и каждый раз как бы платить за такси, несмотря на то, что там были выделены добавки от правительства, ну каждый раз платить за такси – это дорого. Соответственно, вот эта служба такси решила выступить с инициативой и бесплатно возить медиков на работу, и они хотели об этом рассказать. Естественно, проблема со съемками. Как это все снимать так, чтобы все были в безопасности и лишний раз никого не подвергать вот этой опасности инфицирования. Мы подумали с их пиар-службой и решили, что они могут сами себя снять, сами записать медиков и просто отправить нам вот это видео. Они записали около… где-то около десятка разных таксистов, которые вот сами рассказывали, насколько для них это важно, насколько они рады принять участие в такой вот акции, да, помочь медикам, потому что медики все-таки на передовой борьбы с коронавирусом. И, собственно, все видео было записано на смартфон и смонтировано со смартфона, грубо говоря, да. То есть мы получили видео, записанное на смартфон, и здесь уже там дома у себя наш видеоинженер монтировал это видео. И я должен сказать, что оно достаточно неплохо набрало. В количествах я точно не скажу, но что там около десяти тысяч просмотров. То есть понятное дело, что качество съемки на смартфон отличается не в лучшую сторону от качества съемки на профессиональную камеру. Но иногда для видео, особенно для видео, которое шарится в соцсетях, это не самое главное. То есть часто для того же caption формата главное это история. И если какие-то из отрезков этого видео отличаются по качеству, то это компенсируется интересностью истории просто. Вот мы так проэкспериментировали с этим видео, и это дало свой неплохой результат. Следующий мой пример. Да, вот я его пропустил. Тоже у нас была ситуация, мы узнали о такой акции, которая проводилась у нас в городе Львов. И сеть ресторанов, точнее не сеть ресторанов, а отдельные рестораны объединились в единую акцию для того, чтобы тоже поддержать медиков. Итак, они, поскольку заведения общепита тоже подчиняясь карантину были закрыты, они решили организоваться в такую акцию, чтобы доставлять медикам еду на работу в медучреждение. Около 30 ресторанов во Львове приняли участие в этой акции. Мы решили о ней рассказать, и что мы сделали. Частично рестораторы и работники ресторанов записывали себя сами. Частично мы взяли видео и фотоматериалы у них со страниц в Facebook и в Instagram, и из этого смонтировали видео. В чем еще в этом случае преимущество Caption? В том, что вы можете совмещать видео и фото. И это огромное преимущество, поскольку на монтаже фото можно динамизировать, задать ему определенное движение и так далее, дать какую-то динамику. И оно выглядит не менее интересно, чем видео. А во-вторых, то, что самое важное для нашей темы, это вам не нужно ничего снимать. Это и экономия ресурсов, и безопасность. Вот так мы и поступили, собственно, с вот этим вот Львовским объединением ресторанов, с этой акцией. И отлично это видео зашло. Около 40 тысяч просмотров на этом видео мы получили. И вот самое, кстати, первое видео, которое мы сняли, вот в этом формате, когда герой снимает сам себя. Это была акция подвези медика, то есть просто владельцы ОСПО по всей Украине там создали группу байпери с той же целью просто доставить медика на работу бесплатно. То есть в этой группе регистрировались медики, регистрировались водители медики. Любой медик мог подать просто заявку, что вот ему во столько-то, во столько-то нужно быть на работе, меня можно забрать в таком-то месте. И водители откликались, забирали их и везли на работу. И вот, собственно, тоже покажу вам это видео чуть позже, но вот на скриншоте видно, как медик, один из медиков, просто записывает свой отзыв о том, какая-то классная акция. То есть мы попросили записать и водителей, и чтобы они помогли записать это видео и медикам, которых они подвозят на работу. Опять-таки у нас было много достаточно кусков видео, которые мы смонтировали и получили ролик, который набрал более 100 тысяч просмотров. И еще один пример, вот такой, как бы, почему Caption. Я не включил его в презентацию, к сожалению, но тоже покажу. Там мы сделали видео вообще вот просто на одних фотографиях. То есть это, грубо говоря, такие вот анимированные фотографии, да, там было задано определенное движение для каждого хода на монтаже. И это было видео про подростка, который, вот несмотря на карантин, он решил организовать такой одиночный эко-субботник в своем городе, да, то есть соблюдая все эти предосторожности карантинные, соблюдая социальную дистанцию. То есть он один этот субботник проводил, и это видео подхватили наши друзья из ЮНИСЕФ. И вот на данный момент, я только что перед презентацией смотрел, перед презентацией посмотрел, было около 680 тысяч просмотров на этом видео, которое просто было сделано из фотографий. Для чего я привожу эти цифры по количеству прохватов, не для того, конечно, чтобы похвастаться, а для того, чтобы сказать, что это эффективно, это работает. То есть даже если вы просто сделали видео на основе фотографий, это не обязательно, что, не знаю, ваша аудитория вас просто там зафугает, да. В условиях карантина, когда нет возможности полноценно снимать видео, то даже такой контент является приемлемым, и, как показывают цифры просмотров, даже очень-очень-очень-очень даже воспринимается аудиторией. Ну и, конечно же, большой плюс к этому – это экономия, во-первых, времени, то есть вы тратите время только на организацию всех этих съемок, на то, чтобы найти героев, на то, чтобы объяснить им, как вам нужно, чтобы они себя сняли. Кстати, еще один плюс хороший кепшен, это то, что вне зависимости от того, как герой поставил камеру, там, вертикально или горизонтально, кепшен – это квадратный формат, и особенно для Facebook и Instagram, то все равно видео получается качественным, вам не надо бороться с этими черными ушами, которые образовываются при вертикальной съемке. То есть и так, и так хорошо, и так, и так это работает. Как ни крути, для карантина – это наш кейс, это то, что мы испытали на практике. Кепшен – это идеальный вариант в этом плане. Едем дальше. Что делать, и это снова мы возвращаемся к кепшену, что делать, если вам надо снимать массовое что-то, там, где много людей, соответственно, большая опасность заразиться, похватить инфекцию и так далее. Понятное дело, что массовые собрания на карантине в Украине тоже запрещены, но здесь была экстраординарная ситуация, вот конкретно в этом случае, о котором я хочу рассказать. Это видео, вот скриншот, который вы сейчас видите, было снято в Украине, в Харьковской области, прямо во время карантина, уже шел второй месяц, по-моему, карантина, многодетная семья, живущая под Харьковом, ну, у них случилась трагедия, по сути. Их дом сгорел, то есть, у них там большой двухэтажный дом, в семье, по-моему, 11 детей, и, ну, дом просто сгорел до отла, там один фундамент, вот тоже вам покажу видео, вы увидите. И просто односельчане, те, кто жили вокруг, решили собраться все вместе и построить этот дом, и они его построили за 6 дней, ну, вообще невероятно, за 6 дней был построен новый дом. Как это снимать? Как об этом рассказать? Очень классно в этом случае может помочь дрон, если он у вас, конечно, есть. Если нет, стоит поинтересоваться его арендой. То есть, по сути, там собралось все село, ну, большая часть, там в основном мужское население, да, и вот они 6 дней практически без перерывов, даже ночью, строили этот дом. Два типа съемок было задействовано. Это дрон и это камера, которая просто вот была поставлена на соседнем доме и писала таймлапс. Соответственно, и видео мы сделали на основе этих съемок, то есть на основе съемок с камеры соседнего дома и таймлапса и облетов дрона. Соответственно, никому не надо было приближаться к этому массовому скоплению людей. И вот эта камера, которая стояла напротив, в доме напротив, это была камера, личная камера собственника этого дома, вот с которого мы сейчас, собственно, видим строящийся дом. То есть, это была его личная камера. На счастье, слава богу, что она у него была, и мы смогли использовать такой двойной вид дрона и вид... А дрон, кстати, был... Дрон был задействован, это был не наш дрон, это был дрон... Ой, как же это называть? Министерство чрезвычайных ситуаций. Да, 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 МЧС. То есть, они тоже это решили посмотреть, потому что они узнали об этой ситуации и решили посмотреть, как это все происходит. Получается, мы использовали съемки своих дрона и съемки соседской камеры. То есть, нам вообще не надо было даже искать стрингера, нам не нужно было, тем более, ехать в командировку с учетом перекрытых трасс во время карантина. Вот ребята спрашивают, Рустам пишет, что у них вообще запрещено дрон использовать, а Жан спрашивает, есть ли какая-то альтернатива дрону? Ух ты! Вот, смотрите, вот камера, смотрите, камера, которая может снимать таймлэпс. Я надеюсь, у вас это не запрещено использовать, но запрет на дрон... Я, конечно, знаю, что во многих европейских странах тоже там на определенных участках запрещено использовать дрон, и у нас тоже там вокруг режимных объектов. Но в целом, нас с дроном снимать не запрещено. Очень зажалею, что у вас по-другому. Ну, тут альтернатив дрону не так уж и много. Те, которые первыми приходят в голову, это снимать либо же со здания, которое находится выше, либо снимать с какой-то автовышки, либо с каких-то таких вот более высоких, если вам важно показать, объект сверху. Да. Либо опять-таки, смотрите, там собралось, вот, если брать конкретно этот случай, там собралось большое количество людей, у которых, ну, 100%, ну, по крайней мере, у 10% из них есть смартфоны. У этого села, как и у многих сел, наверное, есть группы, в которых собираются местные жители, что-то обсуждают. В этой группе можно найти человека, который бы принимал участие в вот этой такой вот, как бы это сказать, вот в этой строительстве там благотворительном, да, и попросить его подснять. Да, то есть, опять-таки смартфоны решают все. Вот это сейчас популярное направление в журналистике Mojo, да, Mobile Journalism, он тоже использует смартфоны, только там с огромным количеством всяких примочек, да, которые там разные линзы, стедикамы для смартфонов и так далее, и так далее. Вам, в принципе, это не нужно. То есть, опять-таки, да, то, к чему стремились, стремятся и чего достигли социальные сети, это user-generated content, да, когда, то есть, сами пользователи продуцируют контент, производят контент, который и публикуют в лентах соцсетей. Люди к этому привычны, и это можно использовать. То есть, это можно использовать на уровне «помогите нам рассказать о том, что вы делаете», да. Конечно, это не будет релеванто для каких-то конфликтных съемок, я думаю, да. То есть, нам хорошо, у нас все съемки позитивные, да. У нас чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, герои или участники каких-то событий, о которых мы рассказываем, они заинтересованы, ну, по крайней мере, они не против, чтобы их снимали, да. И они всячески готовы помочь. Когда речь идет о конфликтных съемках, конечно, это сложнее, но всегда, ну, у меня, то, что там есть опыт работы в медиа, которая именно занималась конфликтной тематикой, и в таком случае всегда можно найти одну из сторон конфликта, которая хочет продемонстрировать, или обе стороны конфликта хотят продемонстрировать свою точку зрения, и можно попросить их, да, или свое видение на ситуацию, и можно попросить, опять-таки, их использовать свои смартфоны для достижения своих и ваших целей, да. То есть, опять-таки, видите, смартфоны решают все. Их много. Многие уже умеют пользоваться, особенно, не поверите, подростки, умеют пользоваться мобильными программами монтажа. То есть, иногда, вот у нас есть партнерство с UNICEF, мы сотрудничаем с UNICEF, их тематика в основном это дети, подростки, молодежь. И сейчас мы заходим с ними на очередной раунд партнерства, который связан как раз с тематикой пандемии, и мы уже обсуждаем то, что вот дети и герои этих видео, которые мы будем делать, они будут сами себя снимать, да, и снимать те проекты, которые, инициаторами которых они есть. Причем, некоторые из них уже выразили полную готовность сами смонтировать это у себя на смартфонах. Единственное, конечно, они не делают это в нашем брендированном формате, но мы как-нибудь это добавим. То есть, на самом деле, если речь идет о зумерах, да, то зумеры очень, ну, о поколении зумеров, то это очень хорошо подкованные ребята, которым не надо объяснять, как снимать, что снимать и даже иногда как монтировать. Поэтому, если у вас есть возможность взять себе такие удаленные союзники зумера, используйте это, поверьте, вы не пожалеете. Ну, если вам, если вы все-таки не можете сами поучаствовать в съемках, не хотите, опасаетесь или тысячи других причин, да, или там локация съемок находится очень далеко от вас и так далее. Вот, кстати, насчет случая, когда локация, съемочная локация находится далеко от вас, по-моему, у меня вот, вот такая, вот такая вот, вот такой есть слайд на этот счет. Ну, конечно, проблема, если вам нужна, ну, вы понимаете, что съемка должна быть качественной. Здесь я больше, конечно, буду говорить, наверное, о опыте классических медиа, да, это меньше, наверное, касается блогинга, хотя я думаю, тот из вас, кто блогер, может быть, найдет, как применить это наше ноу-хау, да. Понятное дело, что на время карантина мы лишены были и пока что есть возможности ездить в командировке. Но иногда некоторые видео все-таки требуют профессиональной съемки, да, то есть вы понимаете, что тема диктует профессиональный уровень съемки, и, ну, как бы, с трясущимся смартфоном вы ограничиться не можете. Причем здесь сварпы, да. Вот у нас есть уже там такое ноу-хау, что мы решили использовать, это было еще до карантина на самом деле, но карантин это вообще расцвело буйным цветом, мы решили использовать стрингера, но поскольку на карантине многие стрингеры региональные, да, то есть вот мы находимся в Киеве, нам, например, надо снять где-нибудь там в регионах, где-нибудь там в Карпатах, там нужно снять видео. Региональные стрингеры на самом деле оказались загружены работой в это время, потому что не одни мы, такие вот умные, которые решили использовать стрингера для своих целей, поэтому, что мы решили делать? Мы решили использовать видеооператоров, которые снимают свадьбу, друзья. Да, это вот такое наше ноу-хау, на самом деле, которое подтвердило свою успешность. Расскажу как. На самом деле, я просто не знаю, снимают ли в ваших странах свадьбы, есть такие культурные различия, но у нас это очень популярная профессия, свадебные видеооператоры, да, их много в каждом регионе, даже в каждом райцентре. Найдется определенное количество вот таких вот свадебных операторов с разным уровнем качества съемки. Как правило, они все представлены в интернете, у них у всех есть страницы в Facebook, в Instagram, там на каких-то специализированных свадебных сайтах, есть их профайлы и так далее. То есть, их достаточно просто найти, с ними созвониться и решить этот вопрос. В чем их плюсы? Вот именно таких, таких стрингеров свадебных, так скажем. Первый их плюс, это они дешевле вам обойдутся, да. Ну, я убираю тот самый плюс, что они на месте, и им не надо никуда ехать практически, да. То есть, они могут решить, не знаю, пройтись пешком до точки съемки, или, если у них есть автомобиль, воспользоваться своим автомобилем, но это все равно в рамках там одного города, одного района, им не надо ехать через полстраны для того, чтобы что-то снять. То есть, первый плюс, это то, что они дешевле, чем обычные стрингеры, которые привыкли работать в медиа, знают расценки, так скажем, и пользуются огромной популярностью во время карантина. У свадебных видеографов совершенно обратная ситуация. Ивент-бизнес во время карантина замер, соответственно, у них падение доходов, и, соответственно, они не закинают цены так, как это делают профессиональные медийные стрингеры. Конечно же, у вас может возникнуть вопрос, но они же не имели отношения к медиа, и они привыкли там снимать жениха-невесту в красивой точке, и все. Вы знаете, как оказалось, это не всегда минус. Иногда это может быть и плюсом. На самом деле, как оказалось, мы же общались с ними, да, все это время, и очень плотно, и у всех у них есть одна и та же боль, и одна и та же проблема, друзья. Как правило, у них в городе есть пару точек, на которых они могут снимать красивых точек, которые они возят молодоженов, и как-то там их снимают. Им эти места уже вот так вот надоели, то есть им надоело пять лет снимать в одних и тех же местах, в одних и тех же рапортах. И они на ваше задание смотрят как на творческую возможность. Им самим это интересно. И они начинают креативить, они начинают применять творческий подход. И это вот третий их просто громадный плюс, потому что еще один плюс, это то, что у них, как правило, очень качественная техника. То есть мы выбираем вот таких вот, так скажем, стрингеров, у которых качественная техника достаточно, да, у многих из них есть дроны, и то есть они могут снимать на разные устройства, да. И от этого картинка на нашем видео получается вообще просто бомбезной. И мы это тоже использовали. В общем, ни одно из наших таких сотрудничеств не закончилось чем-то плохим. Все, наоборот, было очень-очень шикарно. И для эстетической особенно съемки, когда пошла эстетика кадра, то есть вот такие стрингеры подходят просто замечательно. И вот всем вам рекомендую воспользоваться этим лайфхаком, вы не пожалеете. Но важное условие – это то, что мы готовим для них техническое задание. Очень хорошо расписанное, четко расписанное техническое задание. То есть, например, нам нужно снять ролик на полторы минуты. Полторы минуты там один кадр – это там 6 секунд, то есть там вот посчитайте, сколько это, 10… 10-12 кадров. Да, 10-12 кадров. Соответственно, мы расписываем четко, что нам нужно в каждом из этих кадров. Мы знаем заранее историю, мы пообщались с героями, и мы знаем, что нам нужно подснять. Все. То есть максимально снимаются все вопросы, максимально снимается мандраж такого стрингера, потому что «Ух, я никогда такого не делал, я снимаю для медиа, я привык снимать там «Заниха и невесту»» и все. Четкое техническое задание, все расписано, как надо снять. Иногда бросаются референсы, как это должно выглядеть, ссылка на подобное видео или фото подобного ракурса. Но все расписано буквально покадрово. И почему им еще нравятся такие съемки, вот такого типа стрингера, это потому, что им не нужно ничего монтировать. То есть мы берем от них видеоматериал, они нам его пересылают через файлообменники, и монтируем мы сами уже здесь, там, в Киеве. И это тоже для них больше плюсов, потому что не надо там оращиваться с монтажом, можно чисто побыть художником, видеохудожником. И это сказывается на качестве материала, вот о чем я уже говорил. У нас есть вопрос. Да, пожалуйста. Валентина спрашивает, на каких условиях вы используете чужое видео, спрашиваете ли вы разрешение на использование у правоопладателя, используете ли принцип цитирования объектов авторского права, и с какими трудностями сталкиваетесь, как решаете вы сложную ситуацию? Да, это вот как раз следующее, о чем я хотел рассказать. Это то, что... Я сейчас переду Валентина к вашему, ответу на ваш вопрос, зайду на него плавно. Мы используем частенько компиляцию. Что я имею в виду под компиляцией? То есть мы нарезаем видео из разных источников, в том числе из других медиа. То есть, например, нам надо перекрыть какую-то часть видео, и мы берем просто его у другого медиа, но обязательно используем ссылку. И ссылку мы вставляем в само, в сам кусочек, в видеокусочек, в который мы вставляем видео. То есть у нас там вот по... Я сейчас покажу, да, вот нам даже видно вот здесь на... на экране, да, вот по левой части экрана у нас вот здесь показано, что вот этот Тёма Богомаз, это как раз вот тот собственник этой камеры, на которой снималась таймлэпс, да. Вот, мы даем на него ссылку. Если это медиа, все выглядит точно так же. Ну, тут вот, типа, что фото взято со страницы одного из ресторанов. Вот там, что чебуреки. То есть мы даем ссылку на каждый конкретный кусочек и представленный в компиляции. И если мы, например, компилируем видео из одного источника, берем его из одного источника, который такой уникальный, снял, например, какой-то канал на YouTube, да, то, естественно, мы ставим полную ссылку, кликабельную ссылку на этот ресурс, да, и, естественно, мы пишем, что видео взято оттуда и оттуда. Есть одна такая особенность, да, у социальных сетей, по крайней мере, вот у Facebook и у YouTube, ну, и поскольку Instagram это как бы одна и та же, один и та же офис, так скажем, то у Instagram правила Facebook и ресурс на него частично. У этих соцсетей есть правило о том, что кусочки видео до 7 секунд, то есть один паблишер может использовать кусочки видео до 7 секунд, снятые там или опубликованные, так скажем, другим паблишером, и это не считается нарушением авторского права, если эти кусочки видео используются для создания нового смысла. Соответственно, согласно политике, официальным политикам перечисленных мной социальных сетей, это не нарушение авторского права ни в коем случае, если вы используете видео другого ресурса, но опять-таки, по ограничению это кусочки до 7 секунд, плюс это создание нового смысла, то есть вы не просто копируете все под копирку, то, что было сделано у другого паблишера, вы либо другой ракурс у вашего контента, либо вы просто используете эти кусочки видео для демонстрации чего-то не связанного напрямую с той историей, о которой шла речь в видео, опубликованном в вашем коллеге, да? Я тут еще хочу дополнить, совершенно недавно был кейс с одним блогер, смотрю одного блогера на ютубе, и у него материалы, один из новостных каналов взял его материалы, в целом новостные каналы вообще, телевизионные новостные каналы вообще особо не парятся по этому поводу, они поставили источник, это канал ютуба, причем не указали, какой конкретный канал, просто указали ютуб, и все, и он попытался жаловаться, чтобы заблокировали их видео, ну, каким-то образом воспрепятствовать распространению, на что ему ответили в ютубе, что это новостные блоки, в новостных блоках очень часто берутся материалы других медиа, не нарушая авторских прав, потому что в данном случае в сюжетах очень часто говорят, что то-то, то-то произошло там-то, там-то, снимал то-то, то-то. Если там уже прям какие-то совсем конфликтные ситуации, то я думаю, что сейчас Сергей тоже расскажет, как с ними справляться можно. Да, но тем не менее, всего однажды за эти три года у нас была претензия от одного из телеканалов, вот, хотя мы использовали далеко кусочек их видео, то есть мы не то, что мы взяли там полностью их там телевизионный сюжет, их нам накромсали для своего капшина, то мы взяли какой-то кусочек просто из их видео, но они предъявили такую претензию, что, мол, это вот наш видеоматериал, мы бы не хотели, чтобы вы его использовали, и хотя это не противоречило политике социальных сетей, в которых мы это опубликовали, да, но мы пошли навстречу и просто, ну, удалили этот кусочек и заменили его на другой, то есть, ну, тут еще нужно сказать, что, скажи, что мы очень часто делаем на материалах самих героев. Да, 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 не, ну, просто я об этом уже говорил, да, еще раз подчеркну, что опять-таки карантин и так далее, то есть мы используем материалы самих героев, поскольку у нас во главу угла поставлен человек, то есть это людские истории, чаще всего, да, то, ну, в абсолютно большинстве случаев, то мы используем материалы героев, и это вообще очень удобно, потому что у всех есть фейсбуки, инстаграмы, я не знаю, тиктоки, сейчас, кстати, очень популярны, я думаю, у вас тоже, и мы используем, с разрешения героев мы используем эти материалы, и это, ну, как бы снимает с нас очень большой объем работ, да, и, соответственно, экономит наши бюджеты, потому что мы, на самом деле, ну, независимая медиа, да, 80% нашего бюджета это донорское финансирование, и как всегда его не хватает, да, и как всегда мы ищем, как сэкономить, и это очень хороший способ сэкономить, в том числе, то есть, это даже, я бы назвал, это веяние постмодерна, потому что, да, когда так много контента в сети, что не мудрено, что его начинают перерабатывать для того, чтобы задавать новые смыслы, да, то есть, это одна из част постмодерна, и, собственно, мы ею и соответствуем. Но, что делать, перейдем дальше, что делать, надеюсь, Валентина, я ответил на вопрос, если что там, уточняете что-нибудь, что делать, если приходится все-таки снимать? У нас была ситуация, вот буквально на прошлой и позапрошлой неделе у нас есть партнеры, это польский фонд солидарности, который доставлял в украинские сельские больницы, ну, сельская медицина всегда страдает, сельские больницы гуманитарную помощь, связанную с средствами защиты от коронавируса, и они хотели снять на основе этого фильм, и мы сейчас продолжаем его снимать, очень много точек, и раскиданы они по всей стране, вот тут-то мы как раз и использовали, тут-то мы как раз и использовали стрингеров, вот этих наших веселых, зажигательных, привычных к шумной атмосфере свадебных стрингеров, но им нужно было задать определенные паттерны поведения, потому что естественно, социальное дистанцирование и правила социального дистанцирования накладываются и на правила видеосъемки, и особенно на правила записи интервью, то есть, если раньше, еще каких-то два месяца назад, как недавно это было, вы могли попросить своего оператора, или если вы и сам есть оператор, повесить петличку на героя, и это было нормально, то сейчас, это недопустимо, потому что это близкий контакт, петличку нужно продевать через одежду, вставлять, выводить на внешний слой одежды и так далее, и так далее, тем более петличка и микрофон это такие технические устройства, которые надо подносить близко к герою, и, соответственно, все, так сказать, вирус может оставаться на поверхностях, и для того, чтобы не допустить подобного, мы отказались от использования микрофоновых петличек и перешли чисто на запись на камерную пушку звука, у этого есть, конечно, свои минусы, потому что лезут интершумы, если на фоне героя вдруг решила запеть свою песню какая-то птичка, это будет слышно, но, естественно, это все можно купировать за счет выбора места, то есть не надо снимать на обочине оживленной трассы, не знаю, как у вас у нас даже в карантин трассы были оживленные, естественно, там нужно заранее позаботиться о том, чтобы в радиусе действия петли пушки не было, источников сильного звука, которые бы выливались в серьезные помехи и интершумы, но это самый все-таки безопасный пока способ записи звука на интервью. Конечно же, есть еще разнообразные вот такие вот держатели, удаленные, которые позволяют микрофон подносить на расстоянии к герою, а потом микрофон, мембрану микрофона там обрабатывать соответствующими действиями секторами, но у нас такого держателя пока нет, не успели мы им отзавестись до карантина, поэтому мы снимали на пушку, что и вам рекомендуем. Ну и простите, этот слайд у меня на украинском, я его не успел перевести, вот, но я вам все сейчас озвучу и в чат пока вот Артем будет рассказывать, это у меня уже последний слайд, пока Артем будет рассказывать, я скину перевод. Хотя, в принципе, вот такие слова, если честно, нигде ничего такого прям непонятного как там нет, но я все-таки это сделаю. Итак, это 7 советов, что нужно сделать, как подготовиться к онлайн интервью, да, то есть по, грубо говоря, по веб-камере, через Skype, через Zoom, через Google Meet, ну, в зависимости от того, какой сервис вы используете, вот, я думаю, что Артем о них больше поговорит. И вот тут показано, да, скриншота о том, как надо и как не надо, да, то есть, если мы посмотрим скриншот, который помечен зеленой галочкой, то, прежде всего, ничего лишнего нет в кадре, человек сидит по центру кадра и у него над головой есть воздух, определенное пространство, то есть, это удобно для монтажа, потом, то есть, можно там масштабировать, масштабировать кадр и так далее. но, собственно, давайте, у меня уже скоро заканчивается время, и я быстренько об этом расскажу. Прежде всего, нужно протереть камеру перед записью, это прозвучит банально, я знаю, что это прозвучит банально, но, тем не менее, частенько об этом забывают, и даже у нас когда-то был такой случай, мы снимали, ну, это была запись не онлайн интервью, это была съемка, у нас есть еще travel show проект, который мы снимаем, и который сейчас простаивает после карантина, и у нас был непротертый объектив, и потом мы заметили пятно, которое преследовало, пятно, которое преследовало нас во время всего монтажа на пятно на объективе, поэтому очень важно, хотя снимали профессионалы, они об этом не подумали, то есть, протереть веб-камеру, позаботиться об этом, позаботиться о фоне, да, то есть, чтобы, понимаете, когда есть нагромождение сзади, на фоне спикера, которого вы записываете, или если вы записываете сам себя, или вы попросили героя записать самого себя, да, то когда есть какое-то нагромождение, то если цитаты, видеоцитаты продолжаются долго, определенное количество времени, то внимание зрителя может отвлекаться на предметы, находящиеся за спиной. Вот на криншоте, помеченном который помечен зеленой галочкой, там тоже как бы немало предметов сзади, но ты их одним взглядом успеваешь изучить, тебе не надо присматриваться, тебя как бы ничего не отвлекается, не хочется ничего посмотреть поближе, и, соответственно, ты не переключаешься к встрече спикера. заранее, конечно же, лучше подключить наушники, лучше подключить наушники, и, собственно, именно по этой причине я отсутствовал первые, не знаю, минуты-две после начала нашего общения, потому что я искал наушники. Наушники это всегда удобнее, чем просто пользоваться микрофоном компьютера, потому что опять такие лишние звуки, моменты, которые могут отвлекать вас вашего слушателя, интервьюера и так далее. По кадру, еще раз повторюсь, это то, что лучше выстроить кадр так, чтобы герой или вы сидели по середине, и было какой-то воздух над головой. Источник света должен быть перед вами, а не за вами, для того, чтобы не было засвета и у вас не было вот этой вот ауры, светящейся ауры и, ну, соответственно, это кажется на качестве видео. То есть источник света должен быть направлен на вас. Если съемка ведется на телефон, ваш герой снимает тебя на телефон или вы, то это, конечно же, лучше делать, когда телефон зафиксирован в горизонтальном положении, опять-таки, потому что это дает больше, значит, больше возможностей на монтаже. нет черных ушей по бокам и так далее, и так далее.